Итак, всем привет, мои зелёные подписчики, с вами Fluttergreen, и, собственно, я примеряю, можно сказать, разные образы, поэтому сейчас так выгляжу. И, собственно, я сегодня хотел бы сделать реакцию на такой вот ролик, как Майнкрафт изменил всё. Всё, собственно, это видосик от Юлика, мне заинтересовало это всё, так что, чем бы, собственно, и нет. Я, как бы, ну, месяц, по-моему, полтора месяца назад играл сам в Майнкрафт на Твиче впервые, так что заходите на мой Твич-канал, ссылочка есть в описании. Ну, в общем-то, по одной ссылке переходите, и там вообще все ссылки есть, так что заходите. Что ж, давайте-ка начнем. Чуть больше, 10 лет назад, небольшая инди-игра, созданная одним человеком в собственной спальне, навсегда изменила ебать её в сраку игровую индустрию. Безграничный, уникальный мир, где можно было делать всё, что угодно. Вскоре об игре, у которой не было абсолютно никакого рекламного бюджета, узнали все. Для тех, кто ещё не понял, это всё о Майнкрафте. А вы с вами, Юлик, и в этой серии видеоэссе расскажу вам, какой след Майнкрафт оставил в истории. В рамках цикла мы разберёмся в геймплее Террари, раскроем секрет популярности Старди Уали, а также подробно поговорим о процедурной генерации уровней в No Man's Sky, симуляции экосистемы в Эко, и о том, как игры вроде Don't Starve развили механики выживания. Окей, как-то слишком много вещей. Он вообще успеет, интересно, за 12 минут обо всём рассказать? Экс подготовил Иван Рассадин. Майнкрафт объединяет в себе песочницу и симулятор выживания. Песочница — это игра, представляющая полную свободу действий. Ты можешь создавать, модифицировать или разрушать всё так, как считаешь нужным. Можешь строить пенисы из земляных блоков. Цель выживалок — сохранение жизни героя в опасной среде. Нужно добывать ресурсы, обустраивать убежище, защищаться от опасностей. Оба жанра существуют давно, хотя популярными они стали лишь в последние годы. На создание Майнкрафта основателем оджанг Маркуса Нотча Персона вдохновило его детство, что вылилось чувство исследования в Майнкрафт. Первые свои 7 лет я прожил в провинции в местечке под названием Эдзбюн. Мы уходили гулять в лес и терялись там обычно. Работая над Майнкрафтом, Нотч опирался над War Fortress, созданную братьями Тарном и Заком Адамсами в 2002 году. В ней ты управляешь колонией гномов, которым нужно добывать ресурсы, крафтить предметы и обустраивать собственную крепость. О, я слышал об этой игре. Я смотрел, в общем-то, обзоры от одного англоязычного блогера Сет. Он делает просто бомбические обзоры на какие-нибудь RPG-шки или же игры с RPG-элементами, например, Герои 3, Герои 2. Вот эта игра. Ещё были какие-то рафляные, достаточно такие забавные игры, онлайновые. То есть не просто онлайновые, а именно в браузере. Так что да. Ну да, ещё там можно отрезать пальцы какому-нибудь гоблину, сделать из них ожерелье, а потом выгравировать на стене этот случай. Да-да-да. Жёсткая игра. Нихуя не понятная, но очень интересная. В ней легко читаются базовые механики Майнкрафт, несмотря на их внешние различия. В War Fortress графики нет, там текст. Например, выращивание урожая, уход за домашним скотом, создание оружия и инструментов. Из War Fortress перекочевала и геологическая составляющая. На поверхности можно найти глину, песок, землю, на глубине камни, железо, редкие минералы. А под землёй находится проход в ад, вдохновивший разработчиков Майнкрафт на нижний мир. Также из Dungeon Keeper были заимствованы механики обустройства собственной базы, а из InfiniMiner архитектурные возможности, подтолкнувшие игроков к строительству. До Майнкрафта Нотч и Рольф Янсен работали над другим проектом с крайне схожими механиками. Варм Онлайн. Многопользовательская РПГ, действие которой происходило в фэнтезийном средневековье. В ней можно строить здание... Так, прошу прощения. Это не проплаченная реклама, это просто реклама, которая в ролике. ...добывать ресурсы, крафтить предметы и заниматься раскопками. Помимо этого, в Варм сильна социальная составляющая. Игроки объединяются в союзы, создают или разрушают целые королевства. В 2007, в этом замечательном году, Нотч покинул эту компанию, но Варм продолжила развиваться без его участия и жива до сих пор. Все это Маджанг представила в удобной и, понятной, даже самым неопытным игрокам форме. Разобраться в основах Майнкрафт довольно просто, поэтому там так много детей. Тем не менее, в геймплее достаточно глубины и секретов, так что процесс игры не надоест, как только ты разберешься с основами. Да, но... Рофл в том, что... Даже несмотря на то, что... Там действительно достаточно-таки просто разобраться, но... Но! Есть огромное но. Она очень сложная. Даже когда я проходил ее, играл месяц назад на Отвече... Да, ссылочка в описании. Собственно, там реально было мне тяжело хоть что-либо сделать. Допустим, первый раз, когда я попытался поиграть, я не ставил хардкор. Я недостаточно хардкорный геймер для того, чтобы сразу же в этой игре поставить себе хардкор мод. И я поставил обычный мод с выживанием. И меня убили же во второй же ночь. Вот так-то. Майнкрафт вышел в крайне удачное время. Ютуб переживал настоящую революцию. Люди все больше и больше смотрели видео. А их авторы становились популярнее. Майнкрафт стал источником для производства контента. А ютуберы — идеальным бесплатным средством маркетинга. Вот так! Игра помогла запустить карьеры множества блогеров и стримеров, построив новую культуру. Проблема в том, что у Майнкрафт никогда не было отдела по связям с общественностью. Молва об игре распространялась из уст в уста, словно вирус. И вы знаете, было породано 3 миллиона копий игры. Важно понимать, что многие учились играть в Майнкрафт через сообщество. В оригинальной версии не было обучения, поэтому, чтобы разобраться в тонкостях, нужно было или копаться в официальной вики-энциклопедии. Мне, конечно, все было, но это сложно. Или смотреть ролики на ютуб. Все больше людей учились играть и открывали новые возможности. Многие из них вдохновлялись опытом любимых ютуберов и создавали собственные каналы, у которых появлялись фанаты. По поводу Твича я бы не сказал, чтобы без него Твич не стал бы популярным. Потому что до сих пор самой популярной игрой на Твиче является Лига Легенд. Кто не знает, это с той игры произошла Дота 2. Но, но, собственно, когда выходят новые игры, они, естественно, занимают первые места в строчках, в категориях по популярности, по зрителям. И когда проходят по другим каким-то киберспортивным дисциплинам, то они тоже занимают первые места, например, CSGO, та же самая Дота Интернешнл. Но, так как Дота загибается, Лига Легенд каким-то образом все еще актуальна. Хотя, скорее всего, это по большой части на Западе. Майнкрафт постоянно держит планку пятого, шестого места и так практически постоянно. Да, есть Твич-стримеры, которые начинали с этого, но они не так сильно продвинулись, как, например, те же самые игроки в Доту или же CSGO. Например, можно взять Мэла, который 10 лет на Твиче и 10 лет он играет в кубы. У него 300 тысяч подписчиков. Самый популярный в данный момент на русскоязычном Твиче считается Братишкин, там, 900 тысяч, миллион, около того. Стримеры, не закидывайте меня, блять, тряпками сейчас только. Именно сообщество помогало ночью совершенствовать Майнкрафт. Как вспоминал сам Маркус, я постарался донести важную мысль. Это не готовый продукт, но вы уже можете играть, пока я занимаюсь разработкой. В 2011 году ранний доступ был недостаточно развит, но успех Маджанг популяризировал его среди разработчиков. Игра была доступна за 5 евро, не успев дойти до альфа-стадии. Люди были не против платить за незавершенную версию Майнкрафта. Это вдохновило многих независимых разработчиков на продажу своих проектов по схожей модели и финансирование работы за счет покупателей в раннем доступе. Можно долго спорить, насколько честно так поступать и почему бы просто не выпустить уже готовый продукт. Однако для многих инди-студии это единственный способ закончить проект вообще. Ну да, впрочем, сами же донаты, сами же деньги, которые разработчики получают через саму игру, благодаря покупкам, даже ранний доступ, они как бы благодаря этим деньгам могут доделывать и доделывать и доделывать саму игру. Не скупитесь. Открытое взаимодействие Нотча с аудиторией дало свои плоды. Фанаты помогали выискивать ошибки и создавали модификации. Сообщество разрасталось, в него приходили новые игроки, что помогало завоевать большую популярность. Знаете, эта игра собрала вокруг себя особое сообщество. Я думаю, это самая очаровательная история, когда-либо рассказанная в журналах и по телевизору. Целое сообщество любило игру и поддерживало ее, и оно было полностью самостоятельно на тот момент. Разработчики создали не просто игру, а целую платформу, с которой ты волен делать все, что захочешь. Люди приходили в Майнкрафт из-за затягивающего процесса, но оставались из-за возможности, которые она предлагала. Знаете, множество людей, посмотревших это видео, также моментально влюбились в игру, просто посмотрев, как играют другие. Росту комьюнити способствовали не только видеоблогеры и стримеры, но и огромное количество моддеров. Вдохновленные фанаты изменяли отдельные аспекты полностью, перерабатывали геймплеи, а иногда даже создавали свои работы на основе Майнкрафта. Вот это вот я хотел бы, кстати говоря, поиграть. Напишите, пожалуйста, в комментах, хотите ли вы видеть от меня хоть какие-нибудь ролики по Майнкрафту. Потому что я бы с удовольствием поиграл бы в Майнкрафт-версию Гарри Поттера. Там действительно все очень развито, очень все круто сделано. И я хотел бы, прям изъявляю свое желание поиграть. Напишите в комментах, будет ли вам это интересно. А также подпишитесь, если вы все еще не подписались. За донати, чтобы поблагодарить за ролик и тому прочее. Также делились инструкциями и уроками с другими игроками. Суть этой игры, то необходимо иметь инфраструктуру для того, чтобы делиться любыми своими творениями или вещами, которые вы спроектировали в игре. Со временем Майнкрафту нашлось применение в сферах, о которых разработчики не могли подумать. Оказалось, что игра помогает множеству людей с психическими заболеваниями или проблемами с развитием. В Huffington Post Джейми Мартин рассказал о своем сыне Дункане, фанате Майнкрафта с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Его проблемы с вниманием часто мешают его исполнительным функциям. Ему сложно держать комнату в порядке, делать домашнюю работу, но когда он играет в Майнкрафт, у него нет проблем с терпеливостью и спокойствием. В статье Мартин описывал, как элементы игры вроде постройки убежища или создания машин повлияли на навыки его сына. Он не уверен, что приобретенные в Майнкрафте способности найдут отражение в повседневных делах, но подобный случай показывает, что игры могут подарить таким людям среду, в которой они могут расслабиться и быть собой. Как говорил сам Дункан. В игре нет такого давления завершить какое-то дело, как в реальной жизни, поэтому я могу творить и не переживать, что другие думают по этому поводу. Эта история далеко не единична. В Майнкрафте есть особый сервер для людей с аутизмом, который предоставляет для них безопасную среду для общения. Это подтверждает Кит Стюарт, журналист The Guardian. Я часто слышу такие истории от родителей. Их сын или дочь почти не разговаривает, плохо учится и не может подружиться ни с кем. Но затем ребенок открывает для себя Майнкрафт. Поначалу... Слушайте, это очень круто. Можно даже сказать, что каждый человек на каждом сервере может найти для себя что-то личное или что-то свое, или же даже людей с теми же проблемами со здоровьем или же с психическим состоянием, которые как бы есть в жизни, и они могут объединиться или общаться или еще что-то. То есть это действительно очень круто. Сначала родители беспокоятся, но потом обнаруживают, что их ребенок смог найти друзей, с которыми вместе строит Хогвартс и общается. Они уверены в себе, у них есть идеи и планы. Мне рассказывали десятки схожих историй по всему миру, от Брюсселя до Дубая. И я не устаю их слушать. Эта игра изменила жизни многих. Геймплей Майнкрафта во многом был революционным, поскольку нельзя было выиграть или проиграть. Ты мог рубить деревья, строить дома или сражаться с зомби. Никто не говорил тебе, что именно нужно делать. Строить беннисы из земли, конечно. Здесь не было привычных внутриигровых наград. Люди награждали себя сами, удовлетворяя чувство открытия нового. Многие разработчики часто боятся оставлять игрока без указаний, лишая его возможности исследовать окружение самостоятельно. Но творение Маджанг показало всей индустрии, что можно оставить человека наедине с игрой, и его воображения и любопытства будет достаточно. Другой сферой применения стало образование. На удивление, после многих лет пренебрежительного отношения к видеоиграм, учителя стали использовать их на уроках. Когда он играл в течение нескольких часов, я подошел, я такой, хорошо, геймплей. Я думаю, тебе нужно отдохнуть. Я посмотрел и увидел, что он построил функционирующий водопровод. Это не шутка. Он понял, что для того, чтобы получить воду, нужно было с помощью построенного хит-рамного изобретения соединить одно место с другим. Да, можно сказать, целых инженеров можно построить благодаря Майнкрафту. Но, по сути, даже вот смотря на тот карантин, который сейчас происходит из-за вируса, то сейчас, как я слышал, ну, на протяжении этого карантина учителя использовали Майнкрафт как место, где люди могут учиться. И это очень круто. Типа, я не собираюсь просить тебя остановиться. Ну вот, можете свои училки ткнуть этим в лицо. Сказать, что я не сдал ЕГЭ, потому что я строил Ходвардс. Майнкрафт подтолкнула геймификацию к развитию. Игру используют для изучения всего, начиная с чтения или базовой математики и заканчивая сложными науками. Как пишет блогер Мишель Коновой, я видела, как дети вычисляют, сколько времени осталось до ночи, примерное количество необходимых припасов, разделяют ресурсы в равных пропорциях и рассчитывают площадь для постройки. Математические правила окружают их повсюду, они не могут не знать их, если хотят достичь успеха в Майнкрафте. Преподаватели используют игру и для изучения истории. Многим школьникам сложно зубрить даты, но вот увидеть Колизей или египетские пирамиды своими глазами в игре – совсем другое дело. Благо, сообщество создало множество подробных реплик исторических объектов или даже городов. Некоторые учителя заходят еще дальше, воссоздавая в Майнкрафте исторические события вместе с учениками. Например, в колледже Баттлхем в Новой Зеландии разыграли события битвы при Гейт Па. Как вспоминает Майк Шортер, директор по электронному обучению, «Мы разбили класс на тех, кто будет заниматься ландшафтом, зданиями, одеждой и вооружением». Затем ученики изучили сферу, за которую должны были отвечать, и приготовили доклады о том, что требуется от их группы. План был в том, чтобы сделать урок интерактивным и воссоздать битву, а не просто рассказать презентацию. На школьной программе все не заканчивается. Университет Далласа создал модификацию для Майнкрафта под названием Polycraft World, в котором студенты изучали полимерную химию, создавая различные материалы. Результаты исследования показали, что учащиеся действительно стали лучше понимать предмет, хотя играли не ради оценок. Майнкрафт активно используется в изучении программирования и Steam наук – наука, технологии, инженеринга и математика. Можно сказать, что к развитию в этом направлении потолкнуло появление красной пыли. Классный канал был RedCraft, благодаря которой стало возможным создание логических схем, подобных тем, что находится на компьютерных платах. Некоторые игроки даже умудрялись создавать рабочие компьютеры внутри Майнкрафта. Безусловно, Redstone не научит тебя кодить, но даст представление о работе компьютерной логики. Кстати, многие игроки заинтересовались изучением Ява языка программирования, на котором была написана игра, чтобы создавать модификации, а сама Маджанка организовала партнерство с образовательной организацией COD, помогая школьникам изучать программирование через специальную версию игры. Представить современную игровую индустрию без Майнкрафта невозможно. Проект Notchai изменил подход к маркетингу и выпуску игр, запустил карьеры множества блогеров и стримеров, помог пересмотреть взгляды многих людей на использование видеоигр в обучении, и подтолкнул многих заняться разработкой самостоятельно. Ну и, конечно, вдохновил множество подражателей, которые в том или ином виде пытались повторить успех Майнкрафта. О них речь пойдет в следующих видео. Поэтому, если вам нравится данный формат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Вот я определенно... YouTube, за что? Объясни. Вот я понять не могу, ребят. YouTube меня отписывает частенько от каналов, на которые я подписан. Такое часто происходит. Так что, ребят, следите, пожалуйста, за тем, чтобы у вас к моему каналу была подписка и колокольчик. Мне будет очень приятно, и в особенности будет приятно по поводу доната. Ну ладно, об этом молчу. Собственно, я думал, он обо всем вообще расскажет в этом одном ролике, то, что назвал вначале. Но будет интересно послушать, посмотреть, что дальше. Это, я думаю, это очень интересный контент. В особенности вот для Юлика. Вот даже самый популярный коммент имеет такое содержание. Я жду токсичный контент от Юлика. Юлик выпускает видео про Майнкрафт, не используя токсичный контент. Что? Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был FlutterGreen. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok